всем привет добро пожаловать в новый блог я что-то не поняла сначала у нас забрали весну все просидели дома а теперь отменили лето по ходу дела потому что каждый день у нас дождь причем не то чтобы тепло а даже если тепло все равно будет гроза и сразу такой знаете очень резкий перепад температуры что вот я сейчас поднялась вверх собираемся в город все вместе с семейством и я не понимаю что мне надевать потому что я даже не особо могу носить именно летние вещи так как знаете выходишь там типа 24 парит и на голове какая-то пакля потому что сырость а потом вообще идет дождь и тебе холодно и типа там 17 градусов очень приятно так что пока что у нас типа как весна зато все зеленое не высыхает но июнь месяц очень часто в польше выглядит именно так а если не повезет то даже июль и узнаете где-то в начале мая были такие очень приятные дни и все кричали сухо сухо будет засуха там не будет никакого урожая не будет цветов там их все бегал говорил что делаешь что делать потому что реально в прошлом году в июне у нас очень сильно сгорел газон если вы помните и розы так себе чувствовали себя а потом как-то резко похолодало и наслаждаемся зеленым цветом говорят успокаивает последнее время в том числе из-за погоды я даже особо не укладывала волосы потому что смысла нет стоишь там 10 минут как-то упражняешься со щеткой и все равно выходишь даже не выходишь на улицу открываешь окно и поехали пушиться и я так глянула у меня очень быстро отросли волосы поэтому сегодня записалась в моей каролине на понедельник через несколько дней пойду освежу стрижку тогда и волосы лучше укладываются и хочется это делать а так не туда и не сюда не люблю такую длину мы приехали в центр краково впервые месяца за 4 наверное я еще не помню чтобы я видела центр настолько пустым и с одной стороны для местных жителей это несомненно плюс потому что мы редко сюда приезжаем именно из-за большого количества туристов но ты понимаешь как много на этом всем теряет город и становится не по себе у микки всегда и везде одно положение она отсыпается этот цветочный магазин витрины которого мы с вами часто рассматриваем но я только что купила все пионы с которыми стояла бабушка просто продавала их вернусь домой с цветами из сада бабушки одна из самых красивых базилик в кракове базилика святой анны мы с вами сюда заглядывали если не во влоге то точно в инстаграме и здесь сейчас происходит церемония венчания то есть свадьба до свадьбы у нас также разрешены до 150 человек погуляли едем домой теперь на находит и наблюдают только за всем когда мама психанула и решила сама постричь ребенка папа немножко удивится он все пытается отращивать детям волосы хватит с нас игнашка такой ты взрослый я просто в шоке но очень красиво продолжаю радовать себя всякими весенне-летними вкусностями и в этот раз у меня здесь запеченный ревень с сахарозаменителем можно взять обычный сахар также я все посыпала корицей я показывала вам уже этот рецепт можно взять любые ягоды фрукты с яблоками тоже часто делала себе именно когда было холодно и не было вкусных и доступных по цене всяких овощей и ягод и люблю овсянку я сама могу съесть вот это все правда не за раз понятное дело но с йогуртом это очень вкусно о блин как кисло или кладите много сахара или потом уже по веру добавляете мед потому что это похлеще лимона я должна сказать сразу и взбодрилась давайте сегодня собраться вместе я попиваю свой кофе включила youtube слушаю какое-то видео и параллельно крашусь для начала использовала праймер с гиалуроновой кислотой от ламель так как вечером использовала кислоты и сейчас кожа суховатая поэтому сейчас мне что-то необходимо помыла спонж и также пытаюсь подобрать нужный оттенок тонального крема с пиф 30 скоро покажу вам его в бюджетных находках очень классная вещь у меня как раз смывался автозагар и я решила смешать светлый темный оттенок хотя в принципе уже можно было воспользоваться даже самым светлым этот тон неплохо подстраивается для того чтобы убрать излишки я еще прохожусь спонжем под глаза я нанесла такой консилер от марки dior он мне очень полюбился мне этого покрытия достаточно это такое уверенное среднее при этом он не пересушивает не ощущается так неприятно как например тар и также на мне он нормально держится я не замечала чтобы он куда-то исчезал куда-то скатывался но может немножко темнеть далее подкрашиваю брови при помощи помады от марки avalanche она сейчас у них вышла в оттенке блонд и мне очень хорошо подходит при этом дополнительно фиксирует брови на месте так что это два в одном фиксация и цвет наношу под глаза пудру от туфейс и вот это комбо вообще с любым консилером с любым корректором мне очень нравится это моя любимая рассыпчатая пудра которой я пользуюсь уже долгое долгое время а также фиксирую т-зону пошла искать бронзер которая уже сложила в коробку с бюджетными новинками но каждый раз достаю его потому что он классный сегодня как назло переборщила это бренд либо и у них есть еще и более холодная стенок бронзера я взяла такой сияющей степлинкой и так как я сегодня с размахом набронзировалась то пришлось все растушевать но как видите смотрится гармонично и в конечном итоге естественно добавляю любимый румяна марки маг в оттенке дэнти вот сколько бы всего не было а я регулярно достаю своих постоянных фаворитов потому что но это не никогда меня не подводят и всем пользуюсь с огромной любовью вход идут щитцы для завивки ресниц от шуэмура и буду красить ресницы тушью от эволайн я знаю что многие из вас ее попробовали и вам она также понравилась и недавно делала большой обзор на эти новинки много достойнейших средств посмотрите если вы пропустили подтачиваю карандаш от марки шик название оттенка я укажу в инфобоксе и точилка тоже их очень очень крутая у них все оттенки симпатичные носибельные и универсальные какой не возьмете все они роскошные и еще повера добавила масло хотя можно обойтись и без него на этом я готова как всегда все очень просто и быстро но наконец-то достаточное тепло на улице и я могу позволить себе надеть тонкое хлопковое платье и вот эти сандалии которые я привезла из центра по помните в прошлом году я была в поездке с буржуа с викой моисеевой мы посещали небольшой магазинчик в центре п но культовый его там все знают и многие даже специально приезжают именно за их сандалиями и там же находится их производства здесь и кожаная подошва все делается вручную и вообще качество кожи они также используют очень хорошие эту же кожу например заказывает louis vuitton хотя издалека так и не скажешь можно по-разному завязывать вот эти веревочки вокруг ноги вот так они выглядят на ноге я сама их не покупала нам тогда каждой подарили конкретную модель которая подходит нашей ноге нашей стопе и вот сегодня наконец-то могу их выгулять так выглядит мой самый обычный летний наряд на сегодня я решила не менять платье оставила в том же размере подумала что на лето все-таки не критично с андалетами очень очень удобно и не могу нарадоваться своим вот этим травам которые я показывала вам в предыдущем видео об алиэкспресс я надеюсь что вы посмотрели и они все больше и больше раскрываются и я понимаю что они более объемные чем я планировала поэтому половину я там свои насти еще хочу купить такую большую вазу но с узким горлышком ведь они еще чуть-чуть чуть линяют но скоро эта линька также закончится и я оставлю вам ссылочку внизу также и на ветки и на предыдущие видео как всегда в инфобоксе сейчас непонятно что это это сумка сумка типа клатч но очень удобно то что она с ручкой у нас онлайн постоянно были какие-то акции скидки я никак не могла выловить вот эту сумочку из манго она очень вместительная очень классная стильная в цвете такой арахисовой пасты теплый даже это не бежевый и не коричневый но она очень круто дополняет в принципе все наряды я уже несколько раз ее брала с собой и мне очень нравятся сумки мягкой формы к некоторым нарядам если вы искали такую сумку то теперь знаете где ее можно найти а я постараюсь поделиться с вами ссылочка если они все еще есть в наличии какая ты кайфовая я не могу я же вам говорю равноправный член семьи со всеми это значит со всеми только папе чуть-чуть тяжело она такая смешная это просто знаете доза позитива в жизни но жарко так бедняги тек тек ты хочется вкусняшку очень сильно сегодня у нас воскресенье и мы запланировали довольно активный день мы хотели выйти с самого утра и вернуться только поздно вечером побывать в разных местах но не тут то было потому что в польше началось настоящее лето это значит что будет по 20 чем-то градусов тепла но при этом каждый день ожидается буря и если проверить прогноз погоды в кракове то так оно и есть и если вы также думаете что как бы это легкий дождик который можно переждать то как бы нет потому что спрятаться где-то под небольшим накрытием пару минут перестоять мы сегодня еле успели добежать до машины вот этой подружкой которая всегда где-то рядом такой милаш я прям не могу я говорила что я не буду много рассказывать но постоянно где-то она появляется потому что это такая радость у меня никогда не было домашнего питомца вот рыбки как-то не особо в счет потому что с ними нет такой связи да мы за ними ухаживаем и меняем им воду мы каждый день их кормим но хорошо посидишь посмотришь на рыбок типа успокоился там не знаю вот собака как-то мне ближе наверно на группу вот такие они друзья и на самого в просоне мама да я разным селедом а что случилось перу на нашем доме место прямо над нами гроза я что рассказываю а над конечно очень хотел собаку еще самого раннего детства он подходил ко всем хозяевам и даже по-английски умеет спросить когда мы ездили отдыхать помогу я потрогать собаку вот и ни одну собачку не мог пропустить что случилось мне нужно бежать как всегда достала все свои весенне-летние ароматы это то что мне сейчас больше всего нравится вы просили меня сделать отдельное ароматное видео но мне кажется что это сейчас не особо актуально для большинства и у меня есть те фавориты которые я постоянно обновляю то что всегда есть моей коллекции как-то переливать из пустого в порожнее не особо вижу смысл возможно к осени мое настроение изменится и мне захочется прям каждому аромату уделить там по пять минут я люблю но вот мне нужно опять же настроение чтобы снять и так раз на одной волне рассказать о каждом из них сейчас очень коротко до сих пор очень люблю вот этот аромат от киллиан это для меня как запах какого-то будькового отеля как аромат страстного бурного аромана такого молниеносного я не знаю когда он закончится но по ощущениям уже более легкий флакончик когда это произойдет я отправлюсь за новым фруктовая история от байредо кто-то говорит что это нереалистичный аромат фруктов я люблю он супер стойкий самый любимый аромат от айзенберг это back to paris очень женственный очень легкий очень такой утонченный и это мой второй флакончик в этот раз уже самый большой чтобы мало не показалось и киллиан киллиан нужно от тебя отдохнуть чтобы не переборщить вот эта подставка у меня кстати из h&m у них они есть разных размеров и хочу вам сказать что если для вас все ароматы являются душными именно на теплое время года обратите внимание на линейку аква аллегория от герлен у них там есть огромное количество всяких вариантов и этот самый зеленый самый такой травянистый но в принципе каждый который я подношу к носу мне нравится и они вот такие комфортные и это аромат настроение нанести на запястье нанести просто для хорошего знаете вот такого вайба и кстати когда кажется что его уже на тебе нет он снова проскальзывает и одежда также им пахнет и вот они такие знаете в меру не напрягающие они не рассказывают всему миру о том чем вы пользуетесь это чисто вот для того чтобы вам было в кайф как мне кажется но иногда меня даже спрашивают что это такое вкусная пахнет но довольно редко потому что этот аромат держится ближе к телу он не распространяется на все помещение когда вы заходите очень комплементарный и самый самый любимый много раз рассказывала о нем где название это эрмес это одеколон и я не знаю четыре раза его покупала или сколько или три в разных форматах он у меня был и каждый раз возвращаюсь потому что это свежескошенная трава это лук это какие-то спелые фрукты очень-очень кайфовый и здесь ароматы близнецы элизабет арден с инжиром но также очень хороший аромат у них просто зеленым чаем и для меня вот это более бюджетная альтернатива аромату филосика со дептик его я не стану еще раз покупать потому что он не супер стойкий вот этот очень даже меня устраивает что-то еще очень приятный аромат пион что-то из фруктов мисс диор блуминг букей опять же не первый и не последний когда хочется нежности когда хочется надеть летящее платье при этом чтобы не было комфортно чтобы этот аромат был таким средним по стойкости чтобы даже как-то было более радостным настроение да он на меня именно таким образом влияет я наношу его и во втором флакончике у меня уже меньше половины это о чем-то говорит и пожалуй вот эти три сейчас оставлю сверху потому что этот на супер жаркие дни этот хочу закончить и мисс диор соскучилась вот но все как-то очень любима и если у нас с вами совпадают вкусы то возможно вам также что-то приглянется в прошлый раз я покупала такой кофе в принципе он мне нравился но большинство из вас советовала вот такой золотистый под названием ору тома купил небольшую упаковку сейчас заступлю и попробуем такой ароматный не знаю почему но мне всегда нравилось как выглядят обжаренные кофе и цвет вот такой насыщенный шоколадный и сами зернышки ого вы пьете крепкий кофе тот который был в прошлый раз помягче но вкус у него действительно очень богатый такой насыщенный и кофе не кислый как я и хотела у нашего игнаша закончился срок годности скажем так паспорта и сейчас буду сидеть заполнять бланки они у нас выглядят вот так там их заранее сфотографировал игнашку давайте посмотрим дети может лучше получаются нет на паспорте у всех очень странная фотография мне кажется игнаша в жизни гораздо лучше и на всех фотках даже которые делаю я талант у таких фотографов или я не знаю просто ракурс такой дурацкий и сейчас в связи с карантином и со всей этой историей невозможно прийти и взять номерок так как это было раньше нужно зарегистрироваться онлайн тебе сразу выдают и дату и время и также во время сдачи документов здесь больше должна присутствовать мама папа и ребенок если ему есть пять лет и вот так выглядел наш игнат когда паспорт выдавали и пограничники узнавали его каким-то образом по этому проездному документу все пять лет сегодня настал день икс наконец-то приезжает кинолог у нас будут занятия на протяжении целых трех часов я очень рассчитываю на то что томок немножечко расслабиться успокоиться после них получит план действия будет следовать ему потому что у нас тома конечно фанатик чистоты порядка и дисциплины и ему нужно здесь и сейчас а я очень спокойно к этому отношусь и вот те кто со мной давно уже сто раз слышали о том что это не я соблюдаю такую стерильную чистоту дома и вообще у меня из-за томика такое искаженное восприятие чистоты и порядка в доме когда я говорю что у нас какой-то бардак вы мне пишите оля то еще бардака не видела а вот сколько бы я там не вытирала не убиралась не складывала чего-то для томика это всегда все еще грязно и все еще беспорядок беспредел и пока он это не сделает уровень чистоты и идеальности в его понимании не будет достигнут но он это вынес из его родительского дома у него у мамы так чисто мне кажется что даже в операционных более грязно и я уже как-то где-то с этим свыклась и стараюсь не обижаться на него что чтобы я не сделала всегда этого недостаточно и остается только надеяться на то что он также уже привык потому что я не собираюсь вылизывать все до идеальности во первых я чего-то могу не видеть не замечать вот знаете мы с ним абсолютно разные и казалось бы там плюс-минус притягивается да это есть но в каких-то моментах вы знаете бытовые вопросы стоят очень остро я сижу и я чего-то издалека даже из-за своей близорукости могу не видеть он приезжает в очках он тоже издалека ничего не видно постоянно очках и горит пол грязный я просто вы знаете на расслабоне надеюсь что из-за этого наша семья когда-то не не развалится но для него прям вот я вижу что большой стресс появление собаки в плане чистоты в плане того что она не слушается но я ему говорю что это щенок что им нужно заниматься что ему нужно посвящать время я очень очень хотела бы чтобы томок именно лично пообщался с кинологом и я говорю что в основном я занимаюсь с собакой и я не заметила чтобы она была какой-то проблемной но для томока я вижу что это сложнее чем он ожидал и это кстати также дало мне понять что вот правильные ощущения у меня где-то чувства были внутри что и хотелось бы то есть я готова поделиться своей заботой любовью там что хочется еще одного члена семьи но к ребенку я не была готова и сейчас я еще раз убедилась в том что третий ребенок в всяком случае на данный период времени был бы для меня очень очень сложным шагом я не знаю возможно это закончилось бы какой-то депрессией и хронической усталостью еще чем-то а вот собачка знаете все таки это это проще чем ребенок это очень много хлопот это типа как маленький ребенок но все же маленький ребенок уж поверьте мне маме со стажем это гораздо сложнее чем собака вот но только дети вырастают и собака нет тут как бы тоже есть такой моментик но все же мы с мужем так поговорили и потому что прежде чем мы взяли собаку мы все думали может третьего ребенка но решили взять все таки собачку и вот еще раз говорили после того как это все произошло и так вдвоем нет все таки третий ребенок правильно мы сделали что не решились на него что это было бы наверное слишком подошло тебе ми самая бюджетная игрушка для собаки которую я могла себе представить или даже не могла какой-то мягенький носок это я подсмотрела у кинолога и сюда засунуть пластиковую бутылку вы бы видели как ей это понравилось когда она попробовала игрушку кинолога пошла нашла свои какие-то старые носки которые я не надевала последние лет десять наверное но на всякий случай храню махровые и всякий случай настал вы ни за что не поверите и не угадаете что я варю и это все не старость а это термомикс и на их странице мне было предложено сварить сироп из цветов черной бузины я на полном серьезе в польше очень популярны всевозможные сиропы и говорят что это хорошо не то чтобы укрепляет иммунитет но когда чувствуешь какое-то недомогание это добавляют в чай и вообще просто даже в воду пьются всевозможными сиропами я решила почему бы не сделать самой Захарка насобирал цветочки а если вы будете так же варить то где-то или за городом собирайте или в парке в лесу чтобы не у дороги и дальше заливаем все водой нарезаем лимон только берем опять же экологический лимон потому что нам нужен со шкуркой и вот так отвариваем 7 минут буквально и даем настояться 2 часа минимум боже какой аромат я просто в шоке и дальше будем еще процеживать и варить дальше ну даю ему настояться и пахнет конечно обалденно я даже не ожидала говорят супер полезная штука получается слушайте очень прикольно получилось вчера я все это процедила после того как настоялась добавила пол килограмма сахара и 10 минут варила постоянно помешиваясь у меня вышло сколько здесь наверное миллилитров 700 еще две вот такие бутылочки это правда была не полной а сегодня мы едем на обед к свекрови возьмем ей в подарочек я знаю что она любит такие штучки варить это это можно собирая варить здесь все это